Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 30 и 11 класс. Это на сен задание 438. Нам даны три точки. А с координатами минус 1, 2, 3. Точка Б с координатами минус 2, 1, 2. И точка С с координатами 0, минус 1, 1. А нам нужно найти точку, равноудаленную от этих точек и расположенную на координатной плоскости в пункте А, на плоскости О, Х, У. Все точки, обозначим их буквой М, которые расположены в этой плоскости, имеют нулевую координату Z. Тогда мы на месте координаты Х запишем Х на месте У, У. Это будут наши искомые переменные. А на месте Z напишем 0. Теперь нам нужно найти точку, которая равна удаленно от всех точек. Тогда нам нужно найти расстояние АМ, БМ, СМ и приравнять их. Найдем АМ. АМ будет равно корню квадратному. Ну, по формуле. Это будет разность координат Х, Х минус минус 1, значит, Х плюс 1 в квадрате, плюс разность координат У, У минус 2 в квадрате, в квадрате, и разность координат Z. 0, минус 3, минус 3 в квадрате. Это будет 9. Перезапишем БМ. БМ будет равно разность координат Х, М и Б. Значит, Х минус минус 2, Х плюс 2 в квадрате, плюс У минус 1 в квадрате, и плюс 0, минус 2, минус 2 в квадрате, 4. Ну, и ЦМ тут же запишем. ЦМ будет равно корню квадратному из Х минус 0 в квадрате, значит, Х в квадрате, плюс У минус минус 1, У плюс 1 в квадрате, и 0 минус 1 в квадрате. Это будет просто плюс 1. Теперь мы должны приравнять АМ равно БМ и равно ЦМ. И из этого... Тут получится у нас 2 уравнения. Давайте их запишем. Первое уравнение. Корень квадратный. Так. Х плюс 1 в квадрате плюс У минус 2 в квадрате плюс 9. Давайте приравняем ЦМ. Потому что ЦМ самое простое у нас выражение. Х в квадрате плюс У плюс 1 в квадрате плюс 1. и БМ. Корень квадратный из Х плюс 2 в квадрате плюс У минус 1 в квадрате плюс 4. Должно быть равно корню квадратному. ЦМ. Вот теперь нам нужно решить эту систему. Ну, конечно, возводим в квадрат левую и правую часть и сразу раскрываем скобки. Получаем первое уравнение Х в квадрате плюс 2Х плюс 1 плюс У в квадрате минус 4У плюс 4 плюс 9 равно здесь Х в квадрат плюс У в квадрате плюс 2У плюс 2У плюс 1 Тут уже нет места, поэтому мы сразу ее сложим с И двойкой. Вот так. И теперь второе уравнение. Давайте тоже возведем в квадрат и раскроем скобки Х в квадрат плюс 4Х плюс 4 плюс У в квадрате минус 2У плюс 1 плюс 4 и правой части тоже перепишем фактически правую часть, которую мы только что нашли. У в квадрате плюс 2У плюс 1 и еще 1 плюс 2. Так. Теперь первое уравнение Х в квадрате Х в квадрате уйдет У в квадрате У в квадрате уйдет Тогда первое уравнение останется такое 2Х плюс 14-2 плюс 12 равно минус 4У вправо переносим 6У А второе уравнение то же самое Х в квадрате Х в квадрате уйдет У в квадрате Тоже уйдет. Остается 4х плюс 7 и 4у справа. Первое уравнение можно на 2 сократить и выразить х через у. х будет равно 3у минус 6. Подставим второе уравнение. Получаем 12у минус 24 плюс 7 равно 4у. Получаем 8у равно 17. Тогда у равно 17 восьмых. Подставляем. Находим х. х равно 3 умножить на 17 восьмых минус 6. 6 – это 48 восьмых. 51 восьмая минус 48 – это 3 восьмых. Ну и тогда наш ответ. Нам же нужно найти точку М. Ее координаты такие. Координата х – 3 восьмых. Координата у – 17 восьмых. Координата z – 0. Пункт В. Теперь мы рассматриваем координатную плоскость О, Y, Z. Все точки, которые лежат в этой плоскости, имеют координату х, равную 0. Значит, Y и Z – это искомые координаты для точки М, равную удаленной от всех точек. Тогда ищем. МА будет равно корню квадратному из… В первой скобке 0 минус плюс единица. Значит, единица в квадрате – это единица. Во второй скобке Y минус 2 в квадрате. И в третьей скобке Z минус 3 в квадрате. МВ будет равно корень квадратный из… Так, 0 плюс 2. 2 в квадрате – 4. Плюс Y минус 1 в квадрате. Плюс Z минус 2 в квадрате. И МС, так, это будет равно 0 минус 0 в квадрате. Значит, 0 плюс Y плюс 1 в квадрате. Плюс Z минус 1 в квадрате. Теперь составим два уравнения. Поскольку выражение для МС самое простое, то вот мы приравняем МА, МС и МВ, МС. Значит, корень квадратный из… Единица плюс Y минус 2 в квадрате плюс Z минус 3 в квадрате. Это равно корню квадратному из… Y плюс 1 в квадрате плюс Z минус 1 в квадрате. Так, и выражение для МВ – это 4 плюс Y минус 1 в квадрате плюс Z минус 2 в квадрате равно корню квадратному из… Y плюс 1 в квадрате плюс Z минус 1 в квадрате. Так, теперь разведем в квадрат все. Получим в левой части, сразу раскрываем скобки, единица плюс Y в квадрате минус 4Y плюс 4 плюс Z в квадрате минус 6Z плюс 9. В правой части Y в квадрате плюс 2Y плюс 1 плюс Z в квадрате минус 2Z и плюс 1. Второе уравнение тоже возьмем в квадрате плюс Y в квадрате минус 4Z плюс 4. И равно переписываем правую часть Y в квадрате плюс 2Y плюс 1 плюс Z в квадрате минус 2Z и плюс 1. Так, преобразовываем первое уравнение. Y в квадрате уйдут, Z в квадрате уйдут. Точно так же, как здесь, Y в квадрате, Z в квадрате, Z в квадрате уйдет. И мы получим, и получаем первое уравнение. Получаем 6Y, минус 6Y плюс 12, равно 4Z. Второе уравнение получаем, так, ну, если Y, то получаем минус 4Y. Здесь 9 минус 2, 7, и равно 2Z. Первое уравнение давайте поделим на 2, получим минус 3Y плюс 6, плюс 2Z. Второе уравнение минус 4Y плюс 7, равно 2Z. Ну, здесь ясно, что нам удобно из первого вычесть второе. Тогда получаем Y минус 1, равно 0, откуда Y равно 1. Подставим, ну, например, в первое уравнение получим минус 3 умножить на 1 плюс 6, равно 2Z. Получаем, так, минус 3, получаем Z равно 3 вторых. Ну, и наш ответ, точка M имеет координаты 0, на месте Y единица, на месте Z 3 вторых. Так, теперь наша точка M должна лежать на плоскости OZ, значит, ее координата Y равна 0. Икс пишем X на месте Y 0 и Z, так и обозначим Z. Запишем, расстояние АМ будет равно корню квадратному. Так, X минус минус 1, X плюс 1 в квадрате, 0 минус 2, минус 2 в квадрате, 4. И Z и плюс Z минус 3 в квадрате. Так, BМ. Х плюс 2 в квадрате, 0 минус 1 в квадрате, это единица, и плюс Z минус 2 в квадрате. Теперь составим систему уравнений. И приравняем АМЦМ, значит, корень квадратный из X плюс 1 в квадрате плюс 4 плюс Z минус 3 в квадрате, равно корню квадратному из X в квадрате плюс 1 плюс Z минус 1 в квадрате. Теперь возводим в квадрат, получаем. И сразу раскрываем скобки. X квадрат плюс 2X плюс 1 плюс 4 плюс Z в квадрате минус 6Z плюс 9, равно X квадрат плюс 1 и плюс Z в квадрате минус 2Z плюс 1. Ну, конечно, X квадрат, X квадрат уйдет, Z квадрат, Z квадрат уйдет. Давайте сразу второе уравнение тоже перепишем, раскроем скобки. X квадрат плюс 4X плюс 4, плюс 1, плюс X квадрат минус 4Z, здесь Z, 4Z, Z в квадрате, 4Z и плюс 4, и переписываем правую часть, X квадрат плюс 1 плюс Z в квадрате минус 2Z плюс 1. X квадрат тоже уйдет, Z квадрат тоже уйдет, и получим такую систему. Приведем подобные. Получим 2X плюс 12, равно 4Z. А здесь получим 4X плюс 7, равно 2Z. Теперь первое уравнение можем разделить на 2 по членам. Плюс 6, равно 2Z. Второе уравнение просто переписываем. И здесь удобно вычесть из второго, вычесть первое. Тогда получаем 3X плюс 1, равно 0. Отсюда X, ну, 3X равно минус 1, X равно минус 1 третья. Теперь подставляем минус 1 третью в первое уравнение. Плюс 6, равно 2Z. И отсюда получаем Z равно, так, ну, минус 1 третья и плюс 18 третьих. Это 17 третьих. Так, 17 третьих с плюсом. И 17 шестых, это мы разделили на 2. 17 шестых получилось. Ну, и все, можем записать точку М. Координата X минус 1 третья, координата Y 0, координата Z 17 шестых. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.